МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Руководство Бурнаульского лицея, где учащийся стал жертвой детской травли, ответит за бездействие. В отношении сотрудников учреждения возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Напомним, история получила огласку после поста матери ребенка в социальной сети. Она обвиняла в издевательствах над ее сыном группу подростков, которые измывались над мальчиком прямо на территории лицея. Как установило следствие, руководству и педагогам было известно о ненормальных взаимоотношениях школьников, но со своей стороны они ничего не предприняли. По версии следствия, с сентября по ноябрь 2018 года группа подростков, обучающихся в лицее, систематически применяла в отношении 14-летнего учащегося психологическое и физическое насилие. В следствии также установлены иные факты противоправных действий, которые совершались на территории данного учебного заведения в различные периоды времени в отношении иных учащихся. В отношении еще нескольких детей, по версии следователей, тоже применяли физическое и психическое насилие. Насколько нам известно, речь идет как минимум о четырех жертвах школьной травли. Сейчас в лице изъяты документы и видеозапись с камер наружного наблюдения. Историей занялись сотрудники отдела по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета края. Ситуацию держит на контроле мэр Барнаула Сергей Дугин, уполномоченный по правам ребенка в крае Ольга Казанцева и российский омбудсмен Анна Кузнецова. Добавим также, что итоги проверки специальной комиссии должны быть обнародованы 23 ноября. Цены на гречку в торговых сетях скоро могут вырасти. Среди такими опасениями поделилась замгендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова. По ее словам, гречка сильно подорожала в опте и весьма вероятно, следом она станет дороже и в рознице. В качестве примера эксперт, которая дала интервью российской газете, привела ситуацию в Алтайском крае. В нашем регионе рост цены на крупу один из самых высоких в стране с 5,5 тысяч рублей за тонну до 10,5. Отметим, прошлый год прошел под знаком перепроизводства гречихи. При этом произошло почти трехкратное падение цен. С чем связано возможное подорожание в этом году, эксперт не уточнила. Но, скорее всего, таким образом производители пытаются уравновесить ситуацию на рынке гречихи. Соответственно, в рознице крупа тоже может подорожать, правда, не так сильно, уверена специалист. Более 15 миллионов рублей курортного сбора собрано в этом году в Алтайском крае. Всего в трех пилотных регионах России, в нашем, на Кубани и в Ставрополье эта сумма достигла почти 260 миллионов рублей. Сборы платили порядка полутора миллиона отдыхающих. Напомним, в июле этого года в стране был принят закон о введении курортного сбора. В Алтайском крае эксперимент начался раньше, 1 мая. Каждый отдыхающий за сутки должен был заплатить 30 рублей. Собранные средства уже направлены на развитие объектов курортной инфраструктуры. Так, в Белокурихе завершено обустройство лесопарковой территории. Планируется, что на эти деньги будет вестись строительство, ремонт скверов, бульваров, набережных, пешеходных зон и других объектов. Министерство спорта страны запустило народное голосование за участников национальной спортивной премии. Наш край в списке претендентов на победу представляет легкоатлет Сергей Шубенков в номинации «Гордость России». А среди спортивных объектов участвует Барнаульский ледовый дворец «Динамо». Добавим, что премия включает в себя 11 номинаций, экспертные советы и онлайн-голосования определят лидеров. Подведение итогов и награждение победителей состоится 4 декабря этого года. Проголосовать за нашего земляка и за «Динамо» можно на официальном сайте Министерства спорта России. Житель Барнаула уверен, что увидел над городом НЛО и даже снял его на видео. Встреча с внеземными цивилизациями сподвигла мужчину написать стих про неопознанный летающий объект. По-моему, сейчас должен быть, если не видно. Нет, тут просто темная картинка и все. Надо в темноте фотографировать, вот именно. Диск мужчина увидел из окна собственного дома, уверяет, подвела техника. Старенький телефон не смог зафиксировать знаменательную встречу. На экране осталось лишь темное пятно. Константин рассказывает, что хотел просто сфотографировать облака, которые в этот вечер были необычной формой. Неожиданно увидел тот самый объект. В итоге эта встреча натолкнула его к написанию нового произведения, которое размещено в социальных сетях. Добавим, Константин работает дворником, а в свободное время посвящает себя творчеству. Объект парадоксальной формы летел однажды надо мной. Он отрицал земные нормы, он отрицал земной покой. С него ни люди, ни звери взирали. На года мои объект парадоксальной веры внес парадоксы в наши дни. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Для здоровья суставов принимайте комплекс «Хонда». Это максимум коллагена, хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. «Хонда» — всё, что нужно для здоровья суставов. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, почти везде снег до 5 градусов мороза. В Бийске и Славгороде минус 3, в Заренске около 0, в Белокурихе, в Барнауле днём минус 2 градуса снежный и южный слабый ветер. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»